В Ивановском областном музыкальном училище стартовал проект «Мы вместе», посвященный победе в Великой Отечественной войне, а также против нацизма и фашизма. В рамках него студенты фортепианного отделения со своим преподавателем, Олесей Валерьевной Поляковой, подготовили для юных слушателей музыкальный спектакль, премьера состоялась в Формановской музыкальной школе. Начинающие музыканты посмотрели сказку про весну и девочку Женю из цикла «Бирюльки» советского композитора Самуила Майкапара. В них автор продемонстрировал все 24 тональности. Кроме разнообразия тональных красок, в цикле можно встретить самые различные типы фактуры и связанные с ними всевозможные исполнительские задачи. Майкапар большое внимание уделял нахождению образа, который будет понятен и доступен маленькому слушателю и исполнителю. Произведения Майкапара пронизаны весенним настроением, а также понятными для детей персонажами. Сюжет сказки довольно прост. Девочка Женя отмечает свой день рождения. Поздравить ее приходят самые близкие друзья. Мамочка, это же музыкальная шкатулочка! Я давно мечтала о такой. А можно я ее открою и послушаю, какая музыка в ней спрятана? Конечно, открой! Мамочка, это музыка! Мамочка, это выглядит... Спасибо, мамочка. Мне так нравится шкатулочкина музыка. Я буду без конца ее слушать. Поскольку проект посвящен победе в Великой Отечественной войне, все артисты были с георгиевскими ленточками в знак уважения к ветеранам, героям фронта и тыла, а также к участникам боевых действий на Украине. По словам преподавателя училища, не случайно премьера пьесы состоялась именно в музыкальной школе нашего города. Когда я подошла к нашему руководителю Иванского музыкального училища и рассказала ей о том, что мы с ребятами решили сотворить, она горячо, во-первых, поддержала наше начинание. Но это всегда так. Она всегда очень поддерживает, она всегда помогает, она всегда верит в нас, очень доверяет. И все время как-то вот с виногребней волны. И так как у нас дебют сегодня, она мне предложила на выбор несколько площадок. Тейково, да, начать там еще... И мы планируем, конечно, впоследствии пойти в школы города и области, да, показывать музыкальные школы, школы искусственные, другие площадки. И я выбрала именно для дебюта «Фурманов», потому что я давно знаю Муценко Елены Ивановны, это директор музыкальной школы. Она, например, креативный руководитель, яркий руководитель и всегда очень доброжелательно принимает в музыкальной школе творческих людей. И мы давно уже с ней сотрудничаем. Ну вот, собственно, вот этот проект «Мы вместе» я считаю, он состоялся, потому что мы вместе, понимаете, студенты музыкального училища, и преподаватели, директор музыкального училища. Дети прекрасно встретили нас. И для меня очень радостно, что я как пианистка, нам удалось вот эти произведения детям преподать, и произведения русского композитора, что для нас тоже очень важно, в таком доступном, ярком ключе. И они слушали очень внимательно. То есть я уверена, что для кого-то это станет и послужит, возможно, шагом к выбору дальнейшей профессии в качестве музыканта. Так вот, мы сегодня были все вместе. И с музыкальной школой города Фурманом, с учащимися, с преподавателями. Вместе с музыкальным училищем. Вместе за добро, за справедливость, за мир. Вместе за счастье детей, за счастье семей. Мы вместе.